Четыре часа зажигательной музыки, спорта и популярных песен. Молодежный праздник у Ледового дворца открыл череду мероприятий, посвященных Дню рождения Заречного. В числе выступавших были воспитанники студии по брейк-дансу Дворца творчества детей и молодежи. Парни брейк-данс покажут нам, как нужно танцевать сегодня, какие движения на дискотеке сегодня нужны, будут там на голове покрутиться или что-то еще. Освоить такие сложные элементы сразу вряд ли удастся, но научиться танцевать брейк-данс могут все желающие. В студию во Дворце творчества детей и молодежи принимают всех детей, независимо от возраста и антропометрических данных. Брейк-данс не имеет законов. Здесь может найти себя каждый. Худой, полный, маленький, высокий, потому что брейк-данс имеет огромную массу направлений. А начиная с этого года брейк-данс стал олимпийским видом спорта, мы этим очень гордимся. К самому юному воспитаннику студии 4,5 года. В числе самых взрослых – родители, которые вслед за детьми решаются на смелые эксперименты и участвуют в танцевальных баттлах. Спортсмены всегда готовы принять в свою команду новичков. В любое время можно прийти и станцевать бам-бах на тросту-бомбу вообще. Нас все всегда примут. Мы здесь всех принимаем. Со своей деятельностью познакомили гостей и фитнес-клубы города. Они представили танец на пилоне, силовой экстрим и другие разновидности тренировок. Вашему вниманию представляется многофункциональный тренинг. Инструкторы показали лишь часть направлений фитнеса, но уже этого было достаточно, чтобы понять, что в мире спорта каждый сможет подобрать для себя подходящее занятие. И в последнее время, отмечают тренеры, все больше зареченцев выбирают здоровый образ жизни. Наверное, еще с этой ситуацией, с пандемией, люди начинают задумываться, как надо повышать иммунитет, но одними таблетками его не заработаешь. Поэтому надо заниматься. И я смотрю, стали люди больше приходить в клуб. Завершился праздник дискотекой под открытым небом. Популярные хиты исполнила пензенская кавер-группа «Балбесы». Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».